Но прежде чем мы начнем, я просто не могу вам не рассказать о спонсоре данного выпуска. Какой самый главный аксессуар, который вы обязательно купите, когда покупаете автомобиль, если вам его не дали или вы недовольны штатным? Конечно же, это автомобильные коврики. Я вам сегодня хочу порекомендовать к покупке ворсовые коврики от компании BigFood. Вот обратите внимание, цвет автомобиля серый и именно поэтому коврики тоже серого цвета. Они есть разного цветов, поэтому перейдете на сайт, посмотрите. Чем хороши ворсовые ковры? Вы можете кататься на резиновых, но зимой все знают из вас, что там собирается целая лужа болота. Эти ковры будут впитывать. Сам по себе материал нехимозный, то есть, соответственно, когда все это высыхает, воней никакой стоять не будет. И самое главное, с обратной стороны они действительно достойно прорезинены и пупырчатые. Это сделано для того, чтобы они не ездили. Более того, есть фиксаторы, стандартные фиксаторы под ваш автомобиль. Каждые ковры шьются по лекалам непосредственно под конкретную модель автомобиля. Если вдруг вы заказали коврики, они пришли и по какой-то причине не подходят, либо вы обнаружили какой-то брак, вам без проблем по гарантии все вернут. Но, конечно же, что? Citroёn. Вы можете выбрать любой логотип. BMW, Lada, Kia, неважно. Все это по периметру прошито. Вот эта лапка, которая идет под левую ногу. Смотрите, как сделано. Вот эту часть вы аккуратненько приклеиваете и к ней потом присоединяется дополнительная накладка. Все, таким образом ковры будут установлены идеально. Но при этом вы можете легко их снять, пропылесосить. В летнее время большего делать не нужно. Даже мыть их не нужно. Казалось бы, ну серый и серый. А люди курящие отмечают, что на них меньше видно пепла, меньше видно сухой грязи. Поэтому тонкости есть. Перед заказом вы можете проконсультироваться. У этих автомобильных ковров есть три типа. Стандарт, Престиж и Платину. В нашем случае это Престиж. Версии ковриков могут отличаться различной высотой ворса. А также в них можно заказать различные подпятники. Они есть из разного материала. Поэтому все подробности вы можете узнать еще до заказа. Обращайте на это внимание. Ну и конечно же, по промокоду от Машкова вы получите 15% скидку. Переходите по ссылочке в описании. Смотрите все подробности. Заказывайте с доставкой на дом. Коврики от компании Бигфут. Друзья, всем привет. Если видеоролик начинается из машины, значит что? Речь пойдет про скидки. Я собрал для вас полезную информацию. И в этом сюжете разрешите доложить. Как человек хотел купить себе новый Kia Cerato. Обзвонил 13 официальных дилеров в Питере. 9 из которых ему сказали, приезжайте. Машины есть в разных цветах. Чем это закончилось? Вы узнаете в этом сюжете. Я расскажу вам, как прыгают цены на автомобили. Словно это не цены на фиксированный конкретный товар, а акции на бирже. Ну и конечно же, отвечу на один из частых вопросов о конкуренции. Ведь Click on Car стали оказывать тоже услуги в помощи покупки нового автомобиля. В общем, друзья, сегодня будет много полезной информации. Я постараюсь быть кратким. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали. Сегодня у нас очень интересная история попадает в кадр. Смотрите, это Kia Cerato GT Line Plus. Это довольно-таки редкая комплектация, особенно в сочетании с черным светом. Но редко, потому что сейчас их просто мало. Человек, прежде чем приехать в Москву за этой машиной, отправился сам в Питер. Вот давайте просто послушаем Вадима, покупателя автомобиля, как он в Питер скатался. Вадим, слушай, ты, получается, живешь в тысячи километрах от Москвы, от Питера. Ты решил себе купить машину. Что происходило дальше? Я поразвонил всех дилеров в Питере. Их было 13 штук. Узнать, есть ли вообще автомобили в наличии, перед тем, как туда ехать. Из 13 мне, по-моему, четверо сказали, честно, машин нет. Причем в Питере их нет вообще. Вы их нигде не найдете. Ехать туда бесполезно, потому что только под заказ. Остальные мне сказали, машины есть, приезжай. Некоторые говорили, по 5 светов в ассортименте. Ты можешь приехать, выбрать, какую тебе нужно. Забрать сразу и уехать. Я приехал в Питер, приезжаю к первому дилеру. Говорю, здравствуйте, мне сказали, у вас 5 машин. Мне нужен менеджер какой-то. Говорят, его нет. Тогда я общался с начальником. Не помню имя с таким-то. Его тоже нет. А кто есть, говорю, где машины, как посмотреть. И машин нет. Я говорю, все понял, спасибо. Ну, думаю, ладно, обманули, поеду в следующем. В общем, я пока вот так катался зад-вперед. Оказалось, что машин нет ни у кого. Были только в нескольких дилерах по одной машине, которые, мне честно говорили, есть одна такая в одном цвете. И все. И типа в Питере с машинами дефицит. И вот ты, получается, поехал в Питер. Сколько ты потратил? Ты там день-два прожил или сколько? Я оставался с ночевкой, конечно, потому что всех за один день было невозможно прокатать. Это нереально расстояние, а большие у меня вышло. Ну, по-моему, по Питеру я проехал что-то в районе 200 или 300 километров. Потому что по кадру взад-вперед катаюсь от одного к другому. Потому что стараешься ехать туда, где цветов автомобилей больше. То есть, если говорят, что есть цвет один, ну, ты едешь, естественно, туда, где их три или четыре, чтобы по одному цвету не катать. И так из угла в угол по Питеру пока мотаешься. Что мы начали делать? Искать по Москве о каких-либо скидках. Даже и речи изначально не шло. Мы вообще пытались просто-напросто найти нужную машину в нужной комплектации, в нужном цвете. Вот она стоит. Одна единственная. На данный момент по Москве есть еще GT Line Plus, но в красном цвете. Хотели именно в черном цвете. По ценнику. На момент 2020 года, февраля, цена машины 1 миллион 500 тысяч рублей ровно. Ну, без тысячи рублей. Сейчас даже не то, что без тысячи, без 100 рублей. Нам сделали скидку 10 тысяч рублей. Нам подарили защиту картера. Нам подарили сетку. Нам подарили ковры. Мы купили сами резину зимнюю. Это, к слову, о том, что когда вы звоните по телефону, часто люди пишут о том, вот, я позвонил, все есть. Мне там уверяют, что ценник будет хороший. Ребят, поймите правильно, никто за это ручаться не может. Это все на вашей ответственности. Поэтому лучше как-то перестраховываться. Просите, чтобы фотографию машины прислали с ПТС. То есть пусть сделают копию ПТС и покажут вам прям, ну, вот, свин номер сфотографируют, чтобы вы точно понимали, это тем, кто с региона, что вы едете за машиной. Потому что просто выйти сфоткают, это ваше. На самом деле, это чужая машина уже продана. Поэтому имейте в виду, что вот эти вот истории о том, что я приехал, а ничего на деле нету, это существует. Просто встречал людей, которые приезжают в Москву, говорят, так, ну, что, вот я приехал, мне сегодня нужно машину купить. Я думаю, ну, ты, конечно, красавец. Со стороны дилеров, конечно, это неправильно, некрасиво, мягко говоря. Потому что люди пытаются тебя представить на другой автомобиль. Ты приезжаешь за конкретно одним запросом, и тебе говорят, а зачем вам это? Давайте купим другой. Словно не вы покупаете автомобиль, а он за вас решает, что купить. Про аналогичные услуги подбора от ClickOnCar. Кто не в курсе, это крупный канал на YouTube. У ребят уже более 500 тысяч подписчиков на канале. В частности, главным автором там является Михаил Кульдяев, но у него есть друзья-коллеги. Значит, отвечаю искренне и по-честному. Первое. К Михаилу Кульдяеву я отношусь на 5 баллов. Я никогда не забуду, когда мы только начинали снимать, я написал вам ВКонтакте, говорю, Миша, здравствуйте, можно снять с вами интервью. Мы только начинаем снимать. Это интервью будет доступно по ссылочке в описании. Человек радушно принял, пожал руку, сказал, без проблем, приезжайте. Готов был предоставить все свое оборудование для съемок, потому что мы приехали с такой камерой, проводным микрофоном, который постоянно фонил. То есть человек меня встретил без проблем, и я это до сих пор помню. Более того, некоторые присылают мне о том, что вот, смотри, у тебя появились конкуренты, у тебя появились конкуренты. Ребят, ну вы чего? На самом деле, услуга подбора новых автомобилей существует лет 10 как. И то, что я ее осенью начал освещать, ну вообще в целом так активно начал освещать, это просто только потому, что я ее начал освещать. Когда мне было 20 лет, у меня были знакомые ребята, которые уже тогда этим занимались, помогали покупать немецкие машины с хорошими скидками. На сегодняшний день, смотрите, Стас Асафьев, компания Автопрагмат. Отличные ребята, с радостью окажут вам аналогичные услуги, давным-давно этим занимаются. Ильдар Автоподбор, то же самое, без проблем, рады будут помочь вам найти новый автомобиль. Я этим занимаюсь, Кликонкар этим занимается. Есть куча автоподборщиков, условно менее известных, которые не ведут свои социальные сети, но тем не менее в Инстаграме они предлагают такие услуги, показывают, что купили. Всем этим занимаются. То есть, кто хочет трудиться, кто хочет заработать, но вот здесь, понимаете, мы оказываем сервис. Силу того, что дилеры пытаются что-то накинуть в кредит, посчитать подороже. Есть люди, в частности мы, которые этим занимаются. То же самое и вы, кто-то из вас, если хочет этим заниматься, порой люди пишут, возьми в команду, ребят, не нужен вам никакой руководитель. Вы можете делать все самостоятельно. Все, что вам для этого нужно, взять и начать этим заниматься. Особенно этим хорошо могут заниматься бывшие менеджеры по продажам или те, которые сейчас работают, хотят увеличить свой доход. Пожалуйста, вы сидите в автосалоне, ходите, фотографируйте машины, выкладывайте их, занимайтесь этим. Конкуренции здесь нет никакой абсолютно. Оказывайте качественные услуги и все всегда будут этим довольны. Опять же, не забывайте одно. Я единственный плюсик внесу в свою сторону, что все ролики, которые я снимаю на канале, они в открытом доступе. Я никак не таю информацию. То есть просматривайте ролики. Мне очень приятно получать сообщения. Спасибо. Посмотрел, купил. Вот здесь хотели обмануть благодаря роликам. Я смог, честно, купить автомобиль со скидкой. Хотя раньше об этом не знал. Поэтому не нужно нагнетать, потому что какая-то конкуренция. Все всем довольны. У меня лично никому претензий нет. Ребятам передаю привет. Народу много. 146 миллионов в стране. Поэтому все будут всегда довольны. А мы идем дальше. Цены прыгают на автомобиле, словно это какая-то биржа. Вот объясняю на примере Мазды. В данном случае Мазда 6, 2,5 литра. Комплектация Supreme Plus стоит она по рознице сегодня 2 миллиона 13 тысяч рублей. Мы забираем эту машину за 1 миллион 820 тысяч рублей. Плюс нам дарят зимнюю резину. Ну и еще идет ряд подарков, которые я вам вывожу на экран. При этом вам отмечу, что осенью, когда этих машин было меньше, скидки на них тоже были меньше. Буквально 10-20 тысяч рублей. Сейчас же происходит чуть другая история. Машин красных много, соответственно, скидки на них гораздо больше, чем на другие цвета. Так, например, если вы сейчас захотите найти Мазду в черном цвете, это будет целая проблема. Позвоните дилерам, вам наверняка скажут 10-20 тысяч рублей. Все, это подчеркиваю, при условии наличного расчета. А мы покупаем автомобиль исключительно сегодня за наличный расчет. Я очень часто слышу вопрос, каждый из нас им задается, ну вот когда выгоднее купить машину? Мы с вами неоднократно про это говорили. Вот я вам хочу подвести такую некую заметку за полгода. Покупка актуальна здесь и сейчас. Ты приедешь в следующем месяце, скидка может стать вообще мизерной или стать чуть больше, но хотя в этом случае тут уже больше-то некуда. Здесь и так уже в минус, но не то чтобы в минус, наверное, в ноль как бы дилер выходит, но в целом продажа очень хорошая. Поэтому ищите, звоните, тут не угадаешь. Сидеть, ждать дальше, а лучше будет хуже, лучше всего нашел. Если цена устраивает, покупай и ни о чем не жалей, наслаждаясь автомобилем. То же самое происходило и с BMW 3 серии. Был период, когда 320-ю с полным приводом дизельную в М-пакете можно было купить за 2 миллиона 300-2 миллиона 450 тысяч рублей. Вот примерно в таком диапазоне гуляли цены. Потом автомобилей стало мало и все те же самые комплектации начали предлагать за 2 миллиона 600-2 миллиона 700 тысяч рублей. На данный момент, на середину февраля, мы ждем поставок, мы это в смысле Россия, Москва, чтобы привезли больше автомобилей. Таким образом опять будут цены. Вот сейчас, например, трешку покупать, ну мало того, что это невыгодно, более того, вы не найдете дизельный мотор вообще в наличии. А если найдете, ну ценник там будет ого-го какой. Поэтому, отвечая на вопрос, когда выгоднее покупать, нужно просто брать денежки, вот лежат они у тебя на столе, и ты говоришь, я готов в любой момент сорваться. Если ты хочешь скидочку, помните, режим Кобры, выбираешь режим Кобры, просто сидишь в ожидании, как только что-то вылетает, сразу срываешься и бежишь. Но вот сюда же хочу добавить. Некоторые говорят, ну ведь можно же сейчас найти автомобиль 2019 года и забрать его на выгодных условиях. А я вам отвечу, что и да, и нет. Некоторые поступают проще. Вот недавно мы ездили Хавел смотреть. Многие написали, как ты смел обидеть читайцев, но не об этом речь. Друзья, вот даю вам конкретику. Хавел 2019 года, дилер получил автомобиль, но говорит, на него ценник будет уже из расчета 2020 года. И то же самое бывает по многим производителям. Машина есть, она 2019 года, но ее продают по новым ценам, хотя купили они ее по старым ценам. Соответственно, здесь не угадаешь. Вот на некоторых дилеров, на некоторые автомобили можно нарваться, что ты их забираешь по старой цене. Поэтому здесь, подчеркиваю, вот прям можно на футболке писать. Все сугубо индивидуально. Собственно, пока монтировал ролик, вот мы и забираем этот Хавельчик. F7, комплектация Elite, 1,5, полный привод, розничная цена, напоминаю, 1 миллион 600 тысяч рублей. Даже не знаешь, как говорить, друзья. То ли китайца забираем, то ли читайца, не поймешь. В общем, суть следующая. Мы его забираем с Трейдином и с кредитом. 1 миллион 299, то есть минус 300 тысяч скидка. С Трейдином всем довольны. Вот у нас стоит Chevrolet Cruze. Получается, мы его сдаем за 305 тысяч рублей и дополнительная поддержка по Трейдину 180 тысяч. В общем, всем довольны. Резину зимнюю подарили, защиту картера подарили, комплект ковров подарили. Поэтому вот такая картина. Все те, кто недовольны, там китайцы, не китайцы, ребят, за свои деньги, ну, посмотрите сами. В принципе, адекватная машина. Любой. Другой вариант, за ваш каприз, пожалуйста, езжайте, выбирайте Мазды, Тойоты. Здесь вас никто не заставляет покупать. А вот F7X, который как X4 в черном цвете. Вот о чем я вам говорю. Посмотрите, колесики, видите, такие узенькие. То есть, реально было бы покруче, если бы они были пошире. Но это, в принципе, можно сделать шильдики, все поотрвать. Хотя говорят, что эти шильдики, если снимаешь, там остаются технологические отверстия. Поэтому не все так просто. Китайцы все продумали. Мы с вами перемещаемся к официальному дилеру Audi. Забирать будем сегодня А4 с передним приводом. Друзья, вот смотрите. А вот эту Audi я вам хочу прокомментировать более подробно. Мы ее покупали на момент января 2020 года. Цена этого автомобиля 1 миллион 980 тысяч рублей. И это передний привод с мотором 1.4. И вы скажете, да ну нафиг, почему так дорого? А я вам объясню. Потому что это непростая комплектация. Здесь более продвинутая музыка. Здесь идет камера заднего вида. Здесь идет передний парктроник. Здесь стоит сетка. Здесь стоит защита картера. В общем, ряд дополнительных функций, которые играют, естественно, на цену. На этот момент, когда я искал этот автомобиль, минимальная цена на автомобиль была гораздо проще. Ну, скажем так, в штатной комплектации 1 миллион 850 тысяч рублей. Купили автомобиль, проходит месяц. И тут вдруг вылетает пару предложений от других дилеров о том, что у них есть три машины, которые руководитель отдела продаж определил как жертв для закрытия плана. И одна из них была А4 по цене 1 миллион 630 тысяч рублей за наличку. Приезжай, покупай, без проблем. Поэтому, ребята, вот вам еще одно доказательство того, что тут не угадаешь. Когда искали, на тот момент действительно была хорошая комплектация, цвет, в общем, все то, что хотели люди. Но сам факт того, что кто ищет самую низкую цену и за более бюджетный автомобиль, за более бюджетную комплектацию, здесь, конечно, ну не угадаешь. То есть режим Кобры можно занимать, но хрен узнает, когда очередное такое предложение вылетит. с какими косяками я сталкивался за последнее время покупая автомобили. Ну, первое, смотрите, это двойной окрас. Мы покупали автомобиль Porsche Macan. Автомобиль был с двойным окрасом. Когда я приехал, некоторые говорят, типа, а что ты приезжаешь, у тебя даже толщиномера нету? Вот он, смотри, пистолет, все, пожалуйста, работает. Приехал, начал смотреть 250, 250, я думаю, что за фигня, должно-то быть там примерно в диапазоне от 90 до 150, ну, плюс-минус, а здесь 250, 200 и по кругу весь автомобиль. Как выяснилось, это двойной окрас, который идет в заводы и некоторые этому даже очень сильно рады, потому что два раза покрасили автомобиль. Ну, это считается лучше. Почему лучше? Ну, толще лакокрасочное покрытие. В общем, не будем на этом останавливаться. Человека это никак не смутило. Мы специально взяли выписку от официального дилера, попросили, чтобы ему дали бумагу, что на момент покупки есть такие возможности распечаток, ничего с автомобилем абсолютно не делалось. Мы это сделали специально для тех, кто будет покупать автомобиль в дальнейшем, и скажут, да она у тебя вся битая, она у тебя крашеная там в круг. Нет, нифига. Далее. Были ситуации, что мы, например, покупаем автомобиль, дилер говорит, все, ПТС в наличии, вот недавно мы забирали Мазду, люди приехали с Вологды, то есть это примерно 500 километров от Москвы, и потом выясняется, что оказывается ошиблись, ну, ошиблись в программе, что по машине числится ПТС в наличии, а его на самом деле нету. И это электронный ПТС. Пытались выкупить его быстро, нифига, два дня, хотя вот та самая история, которую я рассказывал раньше, если бы он был бумажный, отправили бы курьеры, и это было бы проще. Как решили ситуацию, дополнительная скидка в размере 20 тысяч рублей, там и так, в принципе, на машину хорошую скидку сделали, 20 тысяч рублей тут на проживание в отеле, в общем, люди остались довольны, тем не менее, запоминайте это. Ну и, конечно же, доп. оборудование, все это постоянно нужно проверять, берем, например, автомобиль Тигуан, там идет в багажнике фонарик, забыли фонарик, человек уехал, казалось бы, мелочь, но фонарик он очень не хотел, то есть, отправляли ему транспортные компании, ну, доставку с ДЭК. Есть различные мелочные косяки, так, например, человек пишет, сам купил автомобиль, спустя там какое-то время поехал менять резину, а ему на шиномонтаже говорят, вот смотрите, мы вам сразу показываем, с обратной стороны у вас диски коцаны, то есть, их покоцал дилер, когда менял резину, там коцки были незначительные, но человек это расстроило, поэтому, помните та самая ситуация, когда мы поднимали Мазду ЦХ5, смотрели на подъемнике, кто-то писал, да зачем это нужно, это неправильно, все правильно, проверять автомобиль нужно по-хорошему, по кругу, особенно, если вам делали шиномонтаж, я, как правило, всегда стараюсь смотреть на диски, чтобы не было никаких повреждений, но опять же, сверяйте полностью вашу комплектацию, сейчас я вам расскажу интересный момент, на некоторых автомобилях Мазда, в комплектации идет запасное колесо полноразмерное, а бывает докатка, и бывает такое, то, что мне люди писали лично, покупают автомобиль, потом спустя какое-то время узнают, что у них вместо полноразмерного колеса, который идет в их комплектации, лежит докатка, и сейчас мы с вами переходим к той самой истории, про сотрудника Киа, помните, недавно мы снимали сюжет на этом же самом месте, где человек рассказывал, что происходит, как там воруют, и некоторые люди писали о том, да что это бред, да половину он придумал, ребят, все, что он рассказал, я готов подписаться под каждым словом, потому что я со всем этим лично сталкивался, что машины при перегонке царапают, но я думаю, это, ну не нужно этого доказать, это бывает, каждый дилер это знает, у них встречается это, то же самое с кражами, все это происходит, поэтому, когда вы покупаете автомобиль, вот вы берете список, помимо того, что идет изначально в комплектации, все это нужно проверить, чтобы ни в коем случае ничего не перепуталось, даже ключи, вот берете два ключа, открываете одним, закрываете вторым, чтобы все было чики-чики, возвращаясь к понятию о том, что все сугубо индивидуально, вот сейчас я вам хочу показать сюжетик про трейд-ин, когда это не то, чтобы оказалось выгодно в сторону владельца, эта ситуация встречается примерно 5% из 100, но такое бывает, и вот вам живой пример, прилетаем к официальному дилеру Nissan, где забираем Nissan Murano 2019 года, в комплектации Hi+, мы забираем его по цене 2 миллиона 560 тысяч рублей, розничная цена у этого автомобиля, перескать пить за отметку 3 миллиона рублей, касаемо 3D, но очень выгодно оценили автомобиль, по рынку он стоит примерно 650 тысяч рублей, это Toyota RAV4, пробег почти 200 тысяч километров, автомобиль с 2011 года эксплуатируется, у нас его забирают за 630 тысяч рублей, плюс еще дают поддержку 150 тысяч рублей, человек дико доволен, потому что сам он его был готов продавать за 600-650 тысяч рублей, то есть в том состоянии, в котором он находится, все, вопросов никаких нет, все договорились, поэтому та самая ситуация, когда 3D выгоден. Могу вам сказать одно, многие задают вопросом, а как, что, ребят, садитесь, катайтесь по дилерам, проходите оценки, смотрите и понимайте, выгодно вам или не выгодно. В целом, несмотря на то, что автомобили, вот эти вот Мураны, не особо востребованы, покупают их все равно по городу, ездишь, смотришь, есть машинки, договориться по ним можно. А так, в принципе, особо больших изменений каких-то нет, несмотря на то, что ввели нововведения, касаемо номеров, на данный момент, на середину февраля, вот все как было раньше, так и происходит дальше. Люди покупают автомобили, спокойно едут, ставят в ГАИ, такого, чтобы кто-то сейчас писал и говорил о том, что у меня проблемы возникли. Порядка 50 автомобилей вопросов никаких нет, у всех пока что все нормально. Друзья, я вам говорю, подпишитесь обязательно на инстаграм нашего канала, потому что там я делаю публикации в сторис, иной раз дилеры сами звонят, говорят, что смотри, у нас есть хорошая машина, приезжай, смотри, приезжаешь, смотришь, машина целая, никаких проблем с ней нет, по документам ничего нет, но по ней очень низкая цена, потому что, ну, кому-то нужно план закрыть. Бывает такое, тоже действительно, один-два автомобиля, но сливают, поэтому там вы можете узнать, позвонить, купить автомобиль по выгодной цене. Поэтому, все, кто хочет купить автомобиль, занимайтесь, никогда не думайте о том, то, что вот одному-двум позвонил, вот есть 9 дилеров, звоните каждому. Ребята, я вам это не просто так говорю, сам лично в этом убеждаюсь, иной раз, ставишь на одном дилере заранее крест, думаешь, самое плохое предложение даст, как обычно, никогда я ничего хорошего не давал, бац, дает самое лучшее предложение, поэтому трудитесь, прозванивайте, тем самым вы сэкономите ваши денежки. Вот таким получился этот видеоролик, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки, колокольчик, репосты, тиктоки, до новых встреч, всем пока-пока.